Всем привет! Я хотел бы немного рассказать о том, как снять деньги в городе Шенчжэнь в банкомате. Сейчас я делал это первый раз здесь. У меня была карта Visa Classic, банк Сбербанк России. У меня было множество вопросов, как это сделать, не схалывать ли банкомат мою карту и так далее. В общем, я немного погуглил, посмотрел, что ребята снимают, и все вполне успешно. И решил, собственно, действовать. На моем районе я увидел вот такой вот банк, называется ICBC. В принципе, это популярный банк здесь в Шенчжэнь, я его видел почти везде. И я нашел офис, где стоят непосредственно банкоматы, и решил пойти туда, потому что в случае, если банкомат скушает мою карту, или будут какие-то проблемы, здесь есть офисные сотрудники, которые, скорее всего, могли бы мне быстро помочь. И мне не пришлось бы там ждать или еще что-то. И плюс здесь есть человек, который знает английский язык, что уже вполне хорошо. В общем, что могу сказать? Деньги... Я подошел сначала к сотруднику англоговорящему, объяснил, что мне нужно. Он сказал, что если эта карта российская, снять деньги здесь вы не можете. Вам нужна карта Чайна-банка. Я говорю, что система работает немного иначе, они сначала конвертируются в доллар, а потом из доллара уже в валюту Китая. На что он мне сказал, что он не знает. Это, собственно, нормально для Китая, очень много они чего не знают и не заморачиваются. Но не суть. Я говорю, пойдем вместе попробуем. Он говорит, окей. В общем, подошли вот к данной машине, сунул вот эту карточку и получил вот эти денежки. Очень удобный банкомат тем, что там есть русский язык. Сначала вставляешь карту, он предлагает выбрать язык. Выбираешь... Я сначала думал английский, а потом смотрю русский. Вот. И там был выбор трех операций. Вот. Сберегательная карта, какой-то счет и кредитная карта. В общем, я выбрал счет и оказался прав. Выбрал необходимую сумму, подтвердил пароль. Причем я ее ввел еще первый раз на ощупь неправильно, потому что я думал, что восьмерка, как обычно, вверху оказалась, что... Ой, двойка. Двойка обычно вверху, а она оказалась внизу. Вот так вот я рассказал вам о том, какая у меня одна цифра в моем кинкоде. Но ничего страшного не произойдет, я уверен. Вот. Поэтому деньги снимать несложно, не стоит бояться. И лучше всего, конечно, стоит использовать банкоматы, находящиеся около какого-нибудь головного офиса, потому что в случае какой-нибудь проблемы с картой, если банкоматы вдруг решат оставить себе, вы сможете это оперативно порешать. Вот. По поводу комиссий я не знаю. Сейчас приду, зайду на Сбербанк онлайн, посмотрю, какая сумма утекла. Вот. Посчитаю, переведу. Потом расскажу вам об этом. Спасибо.